Подготовка к предстоящим сентябре выборам идет полным ходом. Сейчас окружная избирательная комиссия проверяет документы кандидатов на регистрацию. О том, кто уже точно будет участвовать в выборах и о порядке проведения голосования в нашем материале. Избирательная комиссия ЧКОА завершила прием документов по выдвижению регистрации кандидатов на осенние выборы в Государственную Думу и региональный парламент. На сегодняшний день уже зарегистрированы все шесть кандидатов в Госдуму по 224-му одномандатному избирательному округу. Это Елена Евтихова от партии «Единая Россия», Владимир Гольцов от КПРФ, Юлия Бутакова от ЛДПР, Александр Семеряков от политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду», Александр Абрамович от Коммунистической партии «Коммунисты России» и Мария Ефимова от Российской партии «Пенсионеров за социальную справедливость». По выборам в Думу Чукотки по единому избирательному округу из пяти избирательных объединений, подавших документы, процедуру регистрации уже прошли четыре – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». По восточному трехмандатному избирательному округу выдвинуты семь человек, из которых двое – самовыдвиженцы. Зарегистрированы пять кандидатов. По западному трехмандатному избирательному округу выдвинуты четверо кандидатов. Из них в порядке самовыдвижения только один. Общее количество соискателей мест в законодательных органах власти, находящихся в заверенных и зарегистрированных списках, составляет 66 кандидатов. Сейчас члены региональной избирательной комиссии занимаются проверкой поступивших от кандидатов документов. До 14 августа эта работа будет завершена. Впереди жеребьевка, печать бюллетеней и агитационный период. А 29 августа стартует досрочное голосование. Запланировано более 50 маршрутов для его организации. Это труднодоступные и отдаленные места. В процессе досрочного голосования будет задействован авиационный, водный транспорт, автомобили повышенной проходимости и вездеходы. Мы подсчитали, в общей сложности члены участковых комиссий на досрочке в пути проведут около тысячи часов. Досрочным голосованием будет охвачено более 70 групп избирателей. Это оленеводы, геологи, метеорологи и военнослужащие. Всего члены мобильных избирательных комиссий дадут возможность проголосовать трем тысячам жителям Чукотки. В этом году окружная избирательная комиссия решила предоставить возможность опустить в урну бюллетень и членам экипажей морских судов, находящихся в рейсе. Впервые временные избирательные участки на грузовых или рыболовецких судах создавались в Приморье. Теперь Чукотка решила перенять опыт дальневосточных соседей. Впервые у нас будут организованы избирательные участки на судах, которые находятся в плавании. Уже образованы 8 избирательных участков, соответственно, в 8 судах. Если говорить о их принадлежности, то 2 судна принадлежат Обществу с ограниченной ответственностью Чукотка и 6 судов Чукотской торговой компании. В процессе данного голосования будет охвачено 80 моряков. В этом году выборы продлятся 3 дня. По решению Центральной избирательной комиссии граждане страны, имеющие право голоса, могут прийти на избирательные участки 17, 18 и 19 сентября. Трехдневное голосование будет способствовать повышению явки и легитимности. Большее количество граждан смогут принять участие в выборах. Сам процесс станет удобнее. Кроме того, равномерное распределение голосующих по 3 дням приведет к нормализации нагрузки на членов избиркомов. Кроме того, многодневное голосование положительно скажется и на эпидемиологической обстановке. Владимир Сироткин, Александр Кузьминов, Вести Чукотка.